Всем привет, ребят! Сегодня второй день. Сейчас мы идем на обед. На завтрак мы не ходим, это слишком рано для нас. Обед пока закрыт. Здесь какие-то ручные работы подаются, изделия. Когда заходишь, у тебя спрашивают номер комнаты. 47 столик. Колу, наверное. Также здесь подходят официанты, спрашивают, что вы будете пить. Вы им говорите, там, например, вино, пиво, кола. Я обычно беру себе колу всегда, потому что спрайт здесь еще хуже, чем кола местная, разливная. Смотрим, что у нас сегодня на обед. Мясо. Ты будешь такое мясо? Нет. О, картошечка. О, куриные крылышки и ножки. Вот это прикольно, это я возьму. Куриные ножки. Это рыба. Кстати, всего лишь что-то поинтереснее. Ну да, рыба. Кальмара. Жиза. Жиза какая-то. Здесь у нас рис, тут у нас какая-то опять жижа. И вы такие, наверное, думаете, Юля. Тут еще один ряд, и тут наверняка еще очень много еды. Представляете, вся эта еда повторяется. То есть выбор вообще реально небольшой. Вот здесь сыры лежат. Кстати, что очень круто, я люблю вот этот сыр очень сильно. Всякие салатики, которые с другой стороны точно такие же. Арбуз, дыня. Чикины какие-то. О, картошечка. Хлеб очень люблю брать. Вот этот хлеб. Тут сладость. Здесь вот шеф-повар делает какое-то блюдо, которым тоже можно взять. Подойти, он тебе отрежет какой-нибудь нищебродский кусочек, и ты должен наесться этим. Ну и здесь, как я поняла, суп какой-то. И обычно они здесь только кремовые все супы, которые я не ем. Стол реально улет. Я всегда обычно беру себе парочку морковок, они мне тоже нравятся. Взяла курочки, это я так и не поняла что, может быть тоже курица, картошечки, два сыра, вот этот мой любимый, и кепчуп. Вот, и кола. Вот так вот мы сидим с таким прекрасным видом. Чего, Wi-Fi ловит? Да, но не очень. Ну понятно, тут все не очень. Итак, мы уже покушали, почти ничего не поели. Идем купаться в бассейн. Сейчас будем искать свободные лежаки. Иногда искать приходится долго. И зашли, типа. Так прикольно. Конечно же, мест вообще нету. Нет, тут нифига нет. Мы уже покупались, помылись. Короче, у нас сейчас уже ужин идет, но мне надо сделать красивую фотку косметики, и я хотела бы сама пока не темно, попоткаться на скалах. Ну, типа на камнях. Вот, и еще у меня волосы внизу стали очень беленькие, светленькие. Я же была блондинкой недавно. Не очень давно. Вот, и краска темная с волосей, поэтому теперь я становлюсь блондинкой. Еще мне очень нравятся мои шорты. Борай с того, как люди смотрят, когда ты идешь и снимаешь себя. Они прям реально смотрят на тебя, как будто у тебя, не знаю, цветы на кошке растут. Ну и пофигу. А еще хотите забавную историю? Помните, я вам показывала триммер. В общем, это очень тупо, очень-очень тупо. Я понимаю, что я еще не такая взрослая, не такая умная, как хотелось бы мне. В общем, я себе баки сделала. Я просто, вот эти волосы, которые здесь, они меня все время бесили. А мы там пройдем вообще? Да. Короче, вот волосы, которые здесь, они меня бесили, потому что на каждой фотке они как сопли здесь висели. Ну, на самом деле, так у всех людей, просто кто-то их как-то убирает. И этим триммером себе их отрезала. И в итоге теперь у меня бакенбарды, как у мужика, потому что эти штуки отрастают волосы. И это просто дебилин конкретный. Чувствую себя дурой. И я теперь, короче, на всех фотках, на всех видосах с этими бакенбардами. Ладно, по травке. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А еще тут очень мерзкие камни. Мне это не нравится. Вы это видите? Прыгай. Давай! Прыгаю. Фу, смотри, каша. А еще вот эти дырки меня очень сильно напрягают. Мне кажется, оттуда кто-то вылезет и сплотит меня за ногу. Смотрите, какой милый червячок. М-м-м, сушеный. Хрустящий. Очень страшно. Очень-очень страшно. Так. Ну, давай попробуем здесь положить. Ой, вертолет. Привет! Смотри, как мне трава вошла в тапок. Чума! А я думаю, че мне так больно? Блин, получается очень красиво. Я смотрю, я только под ноги смотрю. Но на самом деле, возможно, мы сегодня в Мак поедем. Но это не факт. Но нам сегодня в любом случае надо будет поехать на автобусе в центр. Не очень далеко. Вот, я возьму вас с собой, конечно. Мне же не жалко, я вас люблю. Такое у миротворение. Вот, а еще, короче, мы с Фарой угораем. Не знаю, видели вы или нет. В общем, есть одна серия в Южном парке, где, короче, рассказывается о том, что у Моргана Фримана появляется веснушка каждый раз, когда он кому-то что-то объясняет. И это было очень смешно. В общем, кто не смотрел, наверное, посмотрите эту серию в Южном парке. Я, правда, не знаю, как ее найти. Ты не помнишь, что за серия? Ага. Но она одна из новых. Да, она одна из новых. Вот, короче, посмотрите. Это очень смешная серия. И мы сегодня угорали над тем, что у меня тоже веснушки, как у Моргана Фримана, и вот здесь, и на носу тоже. И мы угорали над тем, что у меня появляется веснушка каждый раз, когда я делаю фото. Но на самом деле, если бы у меня каждый раз появлялась веснушка, когда я делаю фото, я бы вся была веснушка. Одна большая веснушка была. Вот, народ уже собирается на ужин. Сейчас мы пойдем сядем. Ну, да, ужин уже час. Минус 40 как ест. Уже час как идет. Фух, что-то жарко. Не, не жарко, тяжело. Да, мне тоже как-то тяжело. Хрен знает. Завтра будем кататься на ослах. Самое сложное, это придумать, что одеть. Сейчас, когда будем заходить, надо пазырить, что у них в тарелках. Что, давай вот этот столик займем. Вот этот? Ну, да. Итак, мы уже покушали с Трепеню Столовского. Не могу назвать это рестораном. Итак, сейчас мы пойдем на автобусную остановку. Поедем в какой-то там магазинчик. Взяли мелкие бабки. Вообще, вечером тут круто и интересно гулять. Ну, намного лучше, чем сидеть в номере. Море луна. Культурно проводим время. Завтра у нас будет первая экскурсия на ослах. Жду не дождусь. Видали? Видите, как полезно быть видеоблогером? Это очень полезно. Развиваешься, качаешься. Что-то новое узнаешь, с новыми людьми знакомишься. Короче, мы стоим, ждем автобус, чтобы поехать к супермаркету. В общем, и мне сейчас в голову пришла такая идея, типа, для кино. Это же остров Кипр, получается. Мы сейчас на острове, то есть вокруг нас вода. Везде. И я придумала такую фигню, типа, люди сидят уже в самолете, и их самолет начинает уже взлетать. И в этот момент они в окно видят, как остров накрывает, короче, огромное цунами. Это вообще жестко. Было бы круто. Итак, мы уже вышли из магазина. Он называется Лидл. И сейчас мы переходим дорогу. Я до сих пор не могу привыкнуть к движению, которое здесь. Мы купили водички, потому что завтра мы будем кататься на ослах и подниматься в горы. Нам сказали, что нам надо купить обязательно воды. Ну, просто, чтобы у нас была вода, потому что в отеле воду бесплатно в бутылках не дают. Вот, а еще лайфхак такой прикольный. Мы сегодня узнали, нам мужчина русский рассказал. Мы просто пытались понять, вода газированная или нет. И, короче, он сказал, что если вы сжимаете бутылку, если она мягкая, то значит, там нет газов. А если вы сжимаете ее, и она твердая, значит, там есть газы. Можем пешком прогуляться. Вон там отель начинает. Ну, смотри сам. Пафос, Ларнака и Лимассо. Как же страшно, как же страшно. Я очень боюсь здесь переходить какие-либо дороги. Ну да, видите, они едут сюда. А обычно, ну, в Москве, в России, они едут в другую сторону. Да, вот именно с этой линии, они едут в другую сторону. А эти едут туда. Это я просто, я не понимаю. И мы, короче, с Фарей такие думали, типа, ну, можно же привыкнуть, наверное. А я говорю то, что, ну, очень тяжело, на смысле, не знаю, мне кажется, я бы долго привыкала, потому что, мне кажется, я бы навстречу выезжала просто. На автомате, на автомате. На автомате, да. Ни о чем не думая просто. Это реально очень-очень страшно. Поэтому, не знаю, но люди, которые здесь какое-то время живут, им нормально, потому что они привыкают, они уже понимают, чего куда, откуда куда поворачивать. А я до сих пор вот смотрю, они поворачивают, когда мы на автобусе ехали, он поворачивает, и мне всегда кажется, что он по встречке едет. Я вот как думаю, зачем ты это делаешь? А на самом деле, это нормально. Вообще, на самом деле, я бы велосипед здесь сняла. Ну да, тут прикольно налили. Потому что каждый раз тратить на автобус по полтора евро за человека очень жалко. Ну, это примерно 100 рублей. Ну да, охреневший совсем. Как у нас. Разве? У нас полтинник, типа, одна поездка. Там две поездки, сотка. Да, мы за одну поездку, блин. Считай, вот мы даем. Ну, везде, где евро, там дороже, в Греции дороже. Я был там вот в евро, там тоже цены такие нормальные. Ну, не знаю, мне это не нравится. А еще мы здесь видели стриптиз-клуб. Ну, мы в него, конечно, не пойдем. Мы в Москве-то в нем не бывали. Ну, я не была. Я не знаю, как ты. А я бы хотела посмотреть. Я только в ГТА-шке была в стриптиз-клубе. Итак, ребята, мы уже пришли домой. Посмотрите, там маленькие детишки. Думаю, в принципе, на этом все на сегодня. Ладненько, спокойной ночи. Люблю, целую, обнимаю. Всем пока. А, и подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Все ссылки, надеюсь, в описании. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Вот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok